А вот есть разница между мужским и женским счастьем? Психологи утверждают, что она очевидна, существует. Что Вы могли бы сказать об этом? Оно есть, хотя бы потому, что женщины и мужчины, они разные. Мы видим, что птица, она счастлива пением и полетом. Муравей счастен трудом. То есть мы видим, если понаблюдаем естественную природу, мы видим, что каждое живое существо счастлива от своего процесса деятельности или от своего предназначения. И в этом смысле мужчины и женщины, они также отличаются. Хотя бы оба люди, но разница есть. Она есть на физическом плане, она есть на психическом плане. На духовном плане нет разницы. Но на психическом и на физическом плане разница есть. Природа женщины — это природа верности. Это означает, что женщине нужно любить одного человека. То есть сама природа женщины — это найти объект верности или объект служения, кому она может отдать свою жизнь. И женщина счастлива тогда, когда она находит такого мужчину, от которого она чувствует вот это прибежище, заботу. Все, она готова всю свою жизнь посвятить ему. Счастье женщины в отношениях — это означает семья, ребенок. Смотрите, это естественная природа женщины. А как в современном мире работа? Как существовать? Хорошо. Работа для женщины — это взаимоотношения. Женщина идет на работу ради взаимоотношений. В основном. Если ее психика, конечно, не совсем стала мужской. Но женская психика ищет отношения. Даже если женщина работает, посмотрите, как она работает. Например, мы можем понаблюдать конец рабочего дня. Сколько там? Пять часов или шесть часов. Как только звучит сигнал, что пять часов, женщины на работе нет. Все. За одну минуту они исчезают. Почему? Семья ждет. А если женщина не исчезает после звонка, это значит, что уже все совсем запущено? Это может означать несколько вариантов. Или есть отношения на работе, которые ее вдохновляют очень сильно, или какое-то творческое дело. То есть она погружена в это сильно. Но опять творчество для женщины, оно в основном связано с взаимоотношениями. Кому-то что-то дать, выразить свой талант в отношениях. Или же совсем плохо все дома. Здесь или хороший случай, или не очень. Счастье мужчины другое. Счастье мужчины – это закон победы. Это означает, что мужчина – он миссионер по своей природе. То есть он пришел в этот мир, чтобы реализоваться в социуме. Не в семье, не в отношениях. Нет-нет, победа. Что-то большое, чего-то достичь, что-то сделать для блага всех. Смотрите, женщина живет для конкретных людей. Вот этот, этот муж, ребенок, подруга. Конкретные личности какие-то. Мужчина живет для всех сразу, если мы не отличаемся.